Здравствуйте! Это «Время авиации» в студии Сергей Пузиков и всё самое интересное из мира ульяновских авиастроителей расскажу вам в ближайшие 10 минут. 10 станций сборки. На «Авиастаре» реконструируют главный производственный корпус для создания новой поточной линии сборки серийных самолётов семейства Ил-76. Бережливое производство, большая экономия. Сколько средств позволили сохранить новаторские предложения авиастроителей? Подсчитаем в программе. Покорили Крым пешком и на параплане. Заводчане, получившие льготы на летний отдых, и не только, делятся впечатлениями. Об этом через несколько минут. 18 тяжёлых транспортников в год. Выйти на серийное производство Ил-76МД-90А «Авиастару» позволит новая поточная линия сборки самолётов. На заводе уже начались строительно-монтажные работы. Здесь реконструируют пол, капитально ремонтируют кровлю. В проекте и обновление фасада цеха окончательной сборки. В качестве дополнительного освещения новые зенитные фонари. По периметру именно этого корпуса разместят 10 рабочих станций новой поточной линии. Вот с этого участка будет размещаться первая станция ПС-10. Это станция стыковки оттенков из зеляжа. Дальше следующие станции будут идти в том направлении, до конца корпуса. И после на разворот будет станция ПС-40, станция стыковки планера. И в обратную сторону, до как раз уже окончательных испытаний и выкатки самолёта на лес. Параллельно со строительными работами завершается проектирование и самой поточной линии. Специалисты рассчитывают количество рабочих для обслуживания всех станций. Оборудование для авиационного завода уникальное. Оно позволит автоматизировать часть процессов при сборке самолётов. На данной поточной линии сборки предполагается выпуск 18 самолётов в год. Соответственно, под эти параметры и просчитываются необходимые людские ресурсы, оборудование. Будет 10 рабочих станций, по сути, значит, это станция стыковки фюзеляжа, станция отработки систем, станция подготовки двигателей, станция подготовки шасси, станция стыковки планера, где будут навешиваться хвостовые оперения, крыло, ну и другие станции рабочие. Строительно-монтажные работы в корпусе завершат уже в следующем году. А в 2018-м специалисты планируют запустить оборудование самой поточной линии. Сэкономили 100 миллионов рублей. За три года такой экономический эффект дали новаторские предложения заводчат. Так на «Авиастаре» продолжают совершенствовать процессы, создавая бережливое производство. Свои предложения и разработки, а за всё время их поступило более 16 тысяч, здесь представляют в электронном виде. Авторов поощряют за каждый реализованный проект. Если раньше предложения касались административной работы, то сейчас всё больше производства самолётов. Основная задача бережливого производства – это сокращение всех видов потерь, на которые тратятся ресурсы для того, чтобы производить продукт. И причём основная задача – создание такого процесса, который будет непрерывным. Потери бывают от перепроизводства, от излишней транспортировки, от излишних перемещений, от излишней обработки, от производства дефектов и бракованной продукции. Такие потери необходимо выявлять на каждом процессе и их устранять. В программу вовлекли уже 30% всего персонала. Действуют целые авторские группы. Так, год назад одна из них предложила заменить литиевые аккумуляторы самолёта при испытаниях систем электроснабжения на более дешёвые имитаторы. Конструкцию разработали сами. Во-первых, не надо покупать дорогостоящие аккумуляторы. Во-вторых, они не требуют обслуживания. Это два, потому что аккумуляторы надо периодически заряжать, обслуживать их. Зарядная станция у нас расположена очень далеко, на аэродроме. Ну и плюс, на порядок легче. Программа бережливого производства сейчас действует на всех предприятиях Объединённой авиастроительной корпорации. И «Авиастар» вошёл в пятёрку лидеров по её реализации. Волжские кварталы для сотрудников «Авиастара». Компания «Запад» начала строительство нового, уникального для нового города микрорайона. В нём найдут своё воплощение лучшие решения, которые компания уже успешно применяет в других проектах. По квартирное отопление, комфортные дворы и широкий прогулочный бульвар, напоминающий по задумке архитекторов течение реки Волги. Здесь каждый сможет чувствовать себя комфортно. Будущих новосёлов порадуют функциональные планировки и индивидуальное отопление. Концепция «Двор без машин» сделает внутреннее пространство дворов безопасным для детей. Также в новом микрорайоне предусмотрено строительство современного детского сада. Приобрести квартиры в микрорайоне «Волжские кварталы» работники «Авиастара» смогут по специальной льготной цене уже сейчас. Жилищная программа для специалистов авиазавода действует уже 4 года. За это время более 500 работников предприятия смогли улучшить свои жилищные условия. Приобрести новые квартиры авиастроители могут как уже в полюбившихся малоэтажных домах с поквартирным отоплением, так и в современных высотках микрорайона «Центральный». Почти 600 авиастроителей с семьями отдохнули на льготных условиях. Ещё столько же детей в детском оздоровительном лагере. «Авиастар» частично комментировал затраты на санаторно-курортный отдых и полностью оплатил реабилитационно-восстановительное лечение своих сотрудников. На заводе продолжают действовать сразу несколько программ поддержки. Одну из них финансируют даже из областного бюджета. У нас стало больше направлений, больше перечень санаториев, в которые мы можем съездить. Разнообразнее они стали. И в этом году впервые мы направляли своих сотрудников ещё в базу отдыха в городе Туапсе. Самым популярным в этом году стало Крымское побережье. В санаториях и пансионатах полуострова отдохнули почти 360 человек. Это не только авиастроители, но и члены их семей. Предприятие компенсировало затраты каждого путешественника за 12 дней. Наталья Сотвалова, например, в отпуск на Черноморское побережье, с собой взяла ещё и внучку. Крымские каникулы подарили специалисту с 40-летним стажем работы не только новые впечатления, но и дополнительные силы. Ну не только сил, но и здоровье. Ой, вот сейчас люди такая пора идут, все болеют. Но пока, дай бог, я так думаю, что это мне помогло море, мне и моей внучке. Она ходит в садик, а я хожу на работу, мне болеет. Отдох удался и вообще, как можно сказать о море? Море – это чудо, конечно. Море чудесное, тёплое. Получить льготные путёвки могут члены профсоюзной организации «Авиастара». Для этого достаточно подать соответствующее заявление. Продолжу тему путешествий в нашей рубрике «Авиапортрет». Её героем стал программист, который на параплане ощутил упругость неба. На «Авиастаре» Сергей Потапов уже несколько лет пишет и тестирует программы для станков с числовым управлением. Но эту осенью он решил сменить компьютерный стол на палатку. В Крыму он прикоснулся к истории отечественной авиации. На горе Клементьева, а именно она стала отправной точкой советского планиризма в 20-х годах, в прошлого века сотрудник «Авиастара» поднялся в воздух. Так как я авиацией пропитан с детства, мне интересно было побывать на тех самых местах, где конструкторами, которые мы сейчас знаем, это Антонов, Ильюшин, даже Королёв, были ребятишками, строили свои планеры и испытывали их. Я был на той горе, где она практически не изменила своего ландшафта. Значит, с высоты птичьего полёта я обозревал эту гору. Голоукружительные горные пейзажи, море и поддержка увлечённых небом людей. За неделю он совершил десяток полётов, конечно, не без помощи инструктора. Признался, что ощущение лёгкости полёта пришло далеко не сразу. А на Земле уже другие рекорды. Футболисты «Авиастара» стали чемпионами Приволжского федерального округа. В Самаре завоевали они кубок среди команд, компаний, предприятий и организаций Российской футбольной бизнес-лиги. Турнир по мини-футболу собрал 13 команд. Это организации из сферы тяжёлой и лёгкой промышленности, со всего Приволжья. Команда ульяновских авиастроителей не потеряла ни одного очка ещё в первом групповом этапе по системе «Каждый с каждым». Далее уверенные победы в каждой игре на вылет. В финале наши игроки столкнулись с коллективом завода «Полёт» из Пензенской области. Соперники открыли счёт уже на первых секундных матчах. Ситуацию справил нападающий «Авиастара» Сергей Евин. Победителя турнира определила серия пенальти. С отсчётом 4-2 ульяновские футболисты завоевали Кубок чемпионов Приволжского федерального округа. Поздравляем! Это все новости. Оставайтесь в курсе вместе с программой «Время авиации». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова